Пошенкуша Слава Пошенкуше Экадаши, который приходится на период растущей луны в месяце сентябре-октябре, описывается в Брахма Вайварта Пуране, в беседе Господа Кришны и Махараджа Юдхиштхиры. Махараджа Юдхиштхира спросил, о Матхусудан, как зовется Экадаши периода растущей луны в месяце сентябре-октябре, пожалуйста, будь добр и расскажи мне об этом. Господь Кришна отвечал, о лучший из царей, этот Экадаши зовется Пошенкуша Экадаши, теперь, пожалуйста, услышь об этом Экадаши, который уничтожает все грехи. Некоторые люди зовут этот Экадаши Папанкуша Экадаши. В день этого Экадаши следует поклоняться Господу Падманабхе. Этот Экадаши награждает соблюдающего его райскими наслаждениями, освобождением и всем желаемым. Лишь благодаря воспеванию святых имен Господа Вишну можно обрести заслугу посещения всех святых мест на земле. Если обусловленная душа, вместо того, чтобы совершать различные грехи, принимает своим прибежищем Господа Хари, искусного в спасении душ, и предлагает ему свои поклоны, то она не отправляется в ад. Вайшнавы, критикующие Господа Шиву, и шаевы, критикующие Господа Вишну, несомненно, отправляются в ад. Результат, который достижим благодаря совершению тысячи жертвоприношений коня или ста жертвоприношений Раджасуя, не может сравниться с одной шестнадцатой частью заслуги, достижимой благодаря соблюдению этого Экадаши. Не существует в этом мире заслуги, которая сравнилась бы с заслугой соблюдения Экадаши. Поэтому ни один другой день не свят так, как свят этот день Экадаши, который очень дорог Господу Падманабхе. О Царь! Как только человек становится не способен соблюдать Экадаши, в его теле начинают обитать грехи. Этот Экадаши награждает своих последователей райскими наслаждениями, освобождением, свободой от болезней, прекрасными женщинами и зернами. О сохраняющий землю! Если человек соблюдает этот Экадаши и бодрствует в течение ночи Экадаши, то он легко достигает обители Господа Вишну. Господь Кришна продолжил. О лучший из царей! Соблюдая обет этого Экадаши, можно спасти 10 поколений предков по линии матери, 10 поколений по линии отца и 10 поколений по линии супруги. Если человек соблюдает этот Экадаши в детстве, юности или в старости, то он не сталкивается со страданиями материального существования. Человек, который строго соблюдает этот Пашанкуша или Папанкуша Экадаши, избавляется от следствий всех своих греховных поступков и в конце жизни возвращается в обитель Господа Вишну. Если человек жертвует золото, кунжутные семена, землю, коров, зерна, воду, балдахины или обувь, то в конце жизни он возвращается в обитель Господа Вишну. Любой, кто проводит свои дни, не совершая благочестивую деятельность, подобен мертвецу, хотя он и дышит. О лучший из царей! Человек, который копает колодцы и озера ради блага других, жертвует землю и здание и совершает иную благочестивую деятельность, например, устраивает жертвоприношение, не становится объектом наказания Ямараджи. Лишь благодаря благочестию люди живут долго, становятся богатыми, рождаются в аристократических семьях и избавляются от болезней. Смысл в том, что непосредственный результат соблюдения Экадаши – это достижение преданного служения Кришне, а косвенный – достижение временных материальных благ. Субтитры создавал DimaTorzok